Видеодневник, песни из старой тетради, запись номер 3, выпуск 3, 10 января 2016 год. Небольшое вступление перед выступлением. Сегодняшняя тема беседы – роман. Вы знаете, я свой роман пишу уже с 2008 года, и вот в чем проблема. Роман будет написан в жанре фантастическом, с элементами мистики, и одновременно его можно будет назвать частично автобиографичным. Почему частично? Потому что многие люди, которые являются главными героями романа, еще живы. А многие – чистая выдумка, плод фантазии. Также те персонажи, которые есть, их образ в большинстве случаев собирательный. И невозможно сказать, что тот или иной герой – полное отождествление ныне живущего человека, а именно все его привычки, образ жизни, манера поведения, фразы, сказанные в тот или иной промежуток времени. Естественно, персонажи романа узнаваемы. Если человек найдет сходство с собой, а он, конечно же, найдет и разыщет меня, он скажет, ну ты сволочь, и мне крыть будет нечем. Вот поэтому, как я однажды пошутила, роман выйдет тогда, когда умрут все мои враги. Одна моя знакомая писательница-журналистка категорически запретила писать о ней. Я говорю, мадам, я тебе напишу только хорошее. На что она ответила, понимаешь, Анжелика, тебя и меня все знают по-разному. Если спросить, кто такая Анжелика Миллер, например, каждый человек, знающий тебя, ответит по-своему, потому что он тебя видит именно так. Кто-то скажет, что ты добрая, кто-то наоборот скажет злая, а кто-то скажет, что ты щедрая, а кто-то скажет, скупая. Один скажет, что ты душевная, искренняя, помогающая в беде. Другой же поспорит и приведет пример, что ты однажды не откликнулась на его просьбу и занесет тебя в разряд черствых людей. И это все будет субъективно. Улавливаешь суть? Так мне сказала одна знакомая журналиста. Ну, а сейчас я спою одну свою песню из старой тетради, которая называется «Весенняя песня». Она была написана очень давно, но что-то мне в ней не нравилось. И вот я подправила, где такое, где подправила, без долгих репетиций, пою весеннюю песню. Слова и музыка Анжелики Миллер. Если листья шерстят, упадут под ноги, Если дождь пойдет с утра, разобьет дороги, Если птицы запоют все наперебой, Значит, мне опять пора за мечтой. Я пойду, нет, не туда, где дома косые, Где следы от каблучков, чаши дождевые. Я пойду туда, где жизнь по-другому учит. Наконец-то выпал мне этот случай. Наконец-то выпал мне этот случай. В тихом парке возле лим, Где сидят старушки, Где пророс бедняжка грипп, С муравьишкой в ухе. Я зажмурюсь от тепла солнечных лучей, Вдруг пойму, что я ничья, Мир ничей. Вдруг пойму, ничья я нам, Мир ничей. И тогда придет любовь в золотистом свете, Я узнаю этот час по одной примете. Скажут, ну-ка, песню спой, Уж одна найдется. Нет, при тебе, ах, при тебе, Не поется. При тебе, ах, при тебе, Не поется.